Здравствуйте, в эфире программа «Проекция смыслов». Сегодня у нас в гостях актёры сериала «Новая жизнь» Александр Ваницкий и Шимон Иван Ярославович. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Данил. Иван Ярославович, Александр, расскажите про свой опыт в качестве актёра. Так, если иметь в виду только съёмки в этом сериале, это одно. А если иметь в виду в целом жизненный актёрский опыт, то, наверное, все мы актёры по жизни, по сути дела. Но у меня так сложилась жизнь, что до 19 лет я, собственно, так и не уяснил, учился я в школе или не учился я в школе, потому что я из одного драмкружка бежал в другой драмкружок, школьный, потом дворец пионеров, потом районный дом культуры, ну и так далее. И там всякие роли и смешные, и в сказках приходилось играть. Ну, а в районном доме культуры мне, в общем-то, посчастливилось сыграть даже самого Гамлета. Быть или не быть, вот в чём вопрос. Потом так уж случилось, что судьба завела меня в Харьковский государственный театральный институт, где я отучился год. Ну, а там тренинги, этюды – это тоже игра была своего рода. И на первом курсе мы готовили курсовой спектакль под руководством нашего мастера, народного артиста Советского Союза Сердюка Леси Ивановича, по роману Островского «Как закалялась сталь». Там у нас было четверо актёров на главную роль, на роль Павки, чтобы все прошли, потому что студентов было меньше, чем ролей. Вот этот опыт. Потом армия КВН. В армии мы поставили спектакль «Гамлет». Тут уже я приложил руку. У нас даже газета «Красная звезда» или «Красный воин», сейчас точно не помню, писали. «Гамлет» на солдатской сцене. Ну, это, как говорят сегодня мои студенты, круто было по тем временам. Ну, а что касается актёрской роли в этом фильме, вы знаете, я очень благодарен вам, что уж не знаю, какими судьбами вы на меня вышли. Я вообще хотел об этом забыть, потому что после ухода с театрального института я больше, в общем-то, не занимался этим делом вплотную, будем так говорить, потому что потом будет военное училище, потом будет эстфак, ну, и одним словом, аспирантура не до этого будет. И тут друг Даниэль говорит, Иван Рославич, будем снимать сериал. Ну, трогательно до слёз, как я люблю говорить, так? Ну, и что же я там буду играть, кого буду играть? Дедушку, прекрасного внука, Петю, Петю. Вот. Ну, а Петя, мой студент, ой, опыт был великолепный, великолепный опыт, потому что, сказать одним словом, это была гигантская авантюра. Но авантюра, которая в конечном итоге вылилась, на мой взгляд, с теми возможностями, которые были тогда, прекрасный многосерийный фильм. И я очень счастлив, что играл в этом фильме роль дедушки. Да, ну, моя история не такая, драматичная, как у Ивана Рославича. Ну, опыта раньше именно в съёмке не было. Тоже был театр дубнинский, там несколько ролей, там и детские спектакли мы играли, вот, и какие-то уже взрослые. Но долго я там не прозанимался, так уж вышло. Вот. И, в принципе, то есть, сериал «Новая жизнь» это был мой, так сказать, первый опыт. Вот именно в съёмке перед камерой, то есть, в работе с людьми, с технической такой стороны, то есть, это вот был мой первый раз такой работы. Так что раньше, да, таким не занимался. Иван Рославович, вопрос вам, совпадает ли ваше мироощущение с взглядами вашего героя? И насколько вы близки к вашему герою? Вы знаете, не просто совпадает, это, по сути дела, моя сущность. Я человек, в общем-то, уже не молодой, у меня четверо внуков, поэтому играть дедушку мне было очень легко. Потому что опыт уже был, в общем-то, жизненный опыт. Это вот одна сторона. А вторая сторона в том состоит, что, ну, не будем щеголять этими словами, старость там и так далее, но, в общем-то, уже где-то к этому дело идёт. А что такое старость? Ну, это, в общем-то, опыт какой-то, да? Она всё знает, эта старость, она всё пережила. И как-то, когда я наставлял своего внука Петю в каких-то вопросах, ну, это было, в общем-то, довольно органично, довольно жизненно и соответствовало тем ситуациям, которые были, скажем, в сценарии. И очень совпадает всё и с моей жизнью, и с моими мироощущениями, потому что есть опыт в этом деле был. Саша, расскажи, сложно ли было тебе отживаться в роль и вообще вот таково тебе было? Да так же было абсолютно не сложно. Это же Иван Ярославович, как может было сложно с ним играть? Ты такой человек, знаете, когда он появлялся у нас в команде, всегда все сразу начинали улыбаться, то есть вот такая харизма, которая, в принципе, себе располагала. И никого даже играть не нужно было, я просто вот купался в лучах доброты этого человека. И вообще очень было легко. В принципе, сам персонаж мне довольно схож, то есть такой же парень простой, как бы за любые движухи, лишь бы было с кем, как говорят. Поэтому сложностей, в принципе, играть именно моего персонажа не было. Поэтому даже я очень рад, что мне дали именно деревенского паренька играть, потому что вначале меня планировалось на другую роль ставить, на роль мажора. Я думаю, это было бы слишком наигранно. То есть я бы с них, скорее всего, не справился. А с деревенским парнем прям вот один в один, да. А было ли какое-то стеснение во время съемок, когда вот ты студент, играешь с преподавателем, вот как-то было бы сковываться? Да, наоборот, это было круто, представляешь, то есть мы снимаем в университете, там нам с Иваном Ярославичем нужно обняться или там руку друг другу пожать, а вокруг-то студенты ходят и все смотрят, такие, ого, кто так может сделать еще? Не скажу, Иван Ярославич, здоровый, Сазаров. Это уж точно. Вот, поэтому, да, было очень, ну, не знаю, мне нравилось, это было очень гармонично, то есть вообще никого стеснения не было, была наоборот даже такая гордость, что вот у меня такая вот роль есть. вот фильм насыщен такими сценами и жуткими сценами, там стрельба идет, полиция, задержание, выкручивание рук и так далее и тому подобное. Ну, а вообще-то, фильм, на мой взгляд, не об этом. фильм поднимает ведущую вечную тему, тема добра и зла. И вот если зло было где-то за кадром, моего внука Петю, оно коснулось, так, иначе Петя бы не написал письмо мне, и я прилетел к нему в университет, так, а так как у меня все-таки, ну, по замыслу была степень, меня приняли туда на работу, и он уже был под определенной опекой моей. Так вот, эта борьба добра и зла, я рад, что линию добра мы ведем с ним в этом фильме. Это прекрасная линия, так, и я очень рад, что добро в конечном итоге, ну, как и везде, как и всегда, победило. Победило оно и в этом фильме, в этом сериале, благодаря нам с Петей. Что было самое сложное на съемочной площадке? Расскажите, какие-то моменты смешные, да, что у вас такого интересно запомнилось? У меня самый запоминающийся момент был, когда мы как раз с дедушкой сидели там в комнате у меня, он пришел ко мне в комнату, а я был грустный такой, у меня там что-то не складывалось с личными взаимоотношениями с девушкой, вот, неопытный глуп был, и вот у меня дедушка начинает рассказывать про любовь, как нужно себя к женщине, что нужно о ней думать, как нужно себя вести, и в какой-то момент я так проникся, что я думаю, значит, камера снимает, а мне прям вот плакать захотелось, что нельзя, слеза навернулась, но нельзя, сейчас нужно держаться, вот, и вот такой душевный момент был, помню. Да много моментов было интересных всяких. уехала, а ты в знак протеста решил на занятия не ходить, прогулевать, ведь так и отчислить мог. Могут, дед, да, ну, просто взяли руки и опустились. Руки опустились. Я чему тебя учил? Руки опускать? Нет. А почему опустил руки? А я спешу, бегу к нему, внука спасать надо. Отчего спасать? От любви, Петр. Запомни, пожалуйста, раз и на всю жизнь. От любви спасения нету. За нее надо бороться. Бороться. Анастаславович, у вас? Я никак не могу забыть о моменте. Ну, поздняя осень, так, снег не предполагается еще, солнце светит вовсю. Снимать фильм снег пошел. Ну, как нарочно, не придумаешь. Пошел снег, ну, дубль отсняли, все нормально, но он так и не попал потом в фильм. Потом пришлось переснимать, но уже в библиотеке на Большой Волге там собирался Есенинский оргкомитет по проведению праздника. Было несколько минут, и Даниэль заловил меня там, и там мы сняли эту сцену. Сцена письма. Вот. где я читаю и вспоминаю и своего сына, как бы, отца, внука, и его. И этот внук, ну, весь в отца. Там такая фраза есть. Ну, а самое смешное, конечно, это весь фильм смешной. Я имею в виду сам процесс съемки этого фильма, потому что сценария нет. Как такового, в принципе, классического сценария нет. Приходим на съемочную площадку, как говорят, звучит мотор, и мы начинаем фантазировать, как настоящие актеры. Творить. Творить. Начинаем с текста и заканчивая, в общем-то, игрой самой. Это было очень лихо, очень хорошо, и мы как-то чувствовали себя весьма комфортно. в общем-то, неплохо получалось. Весьма комфортно вот в этой обстановке такой. Так что есть о чем вспомнить и смешного. Да, грустного там, в общем-то, и не было, по сути дела. Прекрасный. было время, прекрасный фильм. А бывает ли у вас ностальгия по тем дням? Конечно, ностальгия есть. Ностальгия по всему хорошему, по всему прекрасному, она всегда есть. Потому что, во-первых, мы тогда были молоды еще, моложе во всяком случае. Саша успел университет закончить, отслужить в армии уже успел. Внук в детстве, который играет, Игорек Кутепов, тогда он, по-моему, в третий класс ходил, сейчас уже в седьмой ходит, там уже дядя такой, баритон прорезается, уже не детский голосок. Так, Игорек очень хорошо сыграл Сашу в детстве. Так, естественно, естественно, так. Вот, и мы иногда вспоминаем этот молодой, и я ему говорю, Игорек, когда встречаемся, здороваю с ним, привет будущему народному артисту России. Он смеется, но ходит на занятия в студию в 11-й гимназии, очень хорошо занимается по актерскому мастерству, и там по другим предметам. Он вообще талантливый паренек, очень талантливый. Ну, дай-то Бог ему судьбу актерскую, причем удачную актерскую судьбу. Вернуться, да, конечно, есть желание, потому что съемки в кино, они ото всего отрывают, от обыденности, от повседневности, от суеты, сует, как мы говорим, в которой мы, в общем-то, варимся каждый день. А тут действительно что-то новое, тут творчество, тут творишь, общение очень интересное с людьми. Ну, я думаю, что Саша меня поддержит. Давайте продолжим. поработаем. Поработаем. Мы с удовольствием поработаем, правда? Конечно. Конечно, поработаем. Почему бы и нет? Даже бесплатно. Иван Арисович, куда вы спешите? Зачем слуха такая? Так бы покормили. Ну, вообще, да, конечно, очень хочется и продолжить съемки, потому что даже несмотря на те трудности и какую-то, то есть, сотрату времени это очень сильно окупается, то есть, и в общении с людьми, с прекрасными, плюс и какие-то новые знакомства, и вообще такое, когда ты не просто живешь, а там прям у тебя творчество идет, у тебя как-то жизнь поинтереснее складывается. Вот, ну, очень странные были моменты, я иногда вспоминаю, ну, например, когда сериал этот вышел, а я не знаю, каким образом, на самом деле, но у меня начали брать автографы в городе. То есть, там, в автобусе еду, у меня в кафе подойдут какие-то девушки, там, даже мужчины, женщины, там, к клубу там подойти. Я сначала не понимал, может, они смеются, вроде мы сняли для себя, для кого-то узкого круга, а тут по городу как бы разошелся с реалом. Резонанс. Да, и пошел, и спрашивают, и не было ни одного человека, кто бы сказал, что вот там что-то плохо или что-то ужасное, все прям радовались, все говорили, что как классно снимать, и еще. То есть, ну вот, меня это очень удивляло. Вроде, никакой талантливой игры я не показывал, но при этом все равно что-то узнавали на улице, кто-то узнал. Поэтому, почему бы и нет? У меня автографы никто не брал, не просил, но несколько встреч таких было, и говорят, Иван Ярославович, еще одна грань проявилась у вас. Не ожидала, не ожидала. Ну уж, с какой интонацией это говорилось, это пусть остается так. Может, хорошая, может, не очень. Кто его знает? Ну, будет фильм, будем сниматься, с благодарностью причем. Это была программа «Проекция смыслов». Сегодня нас посетили гости актеры сериала «Новая жизнь» Шимон Иван Ярославович и Александр Ваницкий. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. До свидания. Мотор идет, начали. Сцена 1B, 2B4. Сколько разных дорог искали мы, Сколько разных путей Пересекали мы, А ты все так же Идешь по городу, Не замечая никого На своем пути. Сколько можно Искать свой поворот, Сколько можно бежать, Не зная куда, Ведь столько можно решить За пару минут, А сколько можно потерять Навсегда. Прости, Но ты Идешь туда, Где нет Дорог В те города, Где есть Любовь твоя Мечта Проснись С утра Начни С нуля Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова